С начала года выдано порядка 8 тысяч электронных ветеринаров сопроводительных документов на мясопродукты, непищевые продукты, животных и корм. Из них более 700 на водные биологические ресурсы. Об этом на очередном заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ненинском округе доложил начальник государственной инспекции по ветеринарии Александр Антонов. Сроки внедрения системы электронной сертификации «Меркурий» на территории Ненинского округа перенесли с января на 1 июля. Причина этому – низкий уровень готовности хозяйственных объектов округа. Напомню, система создана в целях электронной сертификации товаров и создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. В Ненинском округе на сегодня в системе «Меркурий» зарегистрировано 56 индивидуальных предпринимателей и 166 юридических лиц, в том числе бюджетные учреждения, которые являются конечными потребителями продукции. На сегодняшний день все городские учреждения образования выполняют концы по гашению документов. В сельских, на селенных пунктах с этой работой пока не справляются. Решение осуществляют ветеринарные врачи в ветеринарии участковых и пунктах. По существу гашение могли бы произвести и сами ветеринарные специалисты. Просто срок уже окончания оборота продукции до конца он неизвестен. Поэтому объективное право это должны гасить хозяйствующие субъекты. Создателем и оператором Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» является Ростельхознадзор. У окружных ветеринаров с ним уже есть договоренность о работе семейно-родовых общин Малоземельской тундры в этой системе. Ростельхознадзор службы, и мы допускаем, что они не смогли в полной мере работать в системе, учитывая их удаленность, учитывая их деятельность оторванную. Тем более у них производство продукции ощущается определенный период, буквально неделю-две. В этот период мы ветеринарные специалисты, которые находятся в местах, им закроют и документы будут выданы. То есть в этом случае мы поможем. Я помню на заявки вместо них. Также работники государственной ветеринарной инспекции по Ненецкому округу с прошлого года проводят обучающие курсы и семинары. После обучения системой «Меркурий» пользуется 21 хозяйство. Это крупные предприятия, обеспечивающие до 80% производства подконтрольной инспекцией продукции. Кроме этого, в адрес инспекции по ветеринарии поступило обращение от управления Ростельхознадзора, где указано о поступлении партии рыбы на рынок Архангельской области без ветеринарных свидетельств, что может способствовать незаконному обороту данной продукции. Управление Ростельхознадзора считает необходимым поручить Государственной инспекции по ветеринарии НАУ и КУНАУ СБГЖ, что при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы водных и биологических ресурсов и оформлении ветеринарных сопроводительных документов указывать информацию о месте влова, добычу ВБР, достаемую информацию о месте влова, то есть получить исходя из документов, разрешающих добычу ВБР. С целью проверки законности добычи рыбы предлагается обеспечить проведение ежемесячных сверок, сведений об уловах и выданных ветеринарно-сопроводительных документов со стороны ветеринарной инспекции и территориального органа Росрыболовства по Ненецкому округу.